Как взаимное поручительство поможет человеку справляться с повседневными проблемами, которые возникают у него в жизни? Не будет практически повседневных проблем, никаких. Потому что, если мы уж говорим о правильном обществе, то это общество, которое находится в соответствии с законами природы, в равновесии с природой. И поэтому, в принципе, мы достигаем такого состояния, когда люди будут здоровы физически, у них не будет проявляться никаких проблем физических, потому что это все является тоже следствием нашего противостояния природе. Мы не понимаем, каким образом мы должны существовать правильно и хорошо. Животные в природе, в нормальном своем существовании, они и не болеют, и не должны страдать. Они страдают и болеют только лишь как следствие того, что мы вносим погрешности в природе, в природу нарушения. Это только зависит от человека, потому что человек является следующей, более высшей стадией. Есть неживая растительная животная и человек. И вот стадия человека, она влияет на все ниже стоящие стадии. И поэтому мы являемся источником проблем для всего остального нежестоящего мира. Так вот, в той мере, в которой мы будем приводить себя к интегральности, весь остальной мир будет приводиться к интегральности. То есть, если мы уже затронули вопросы здоровья, так вы хотите сказать, что это взаимное поручительство, когда все заботятся один о другом, оно… Человек будет умирать здоровым, спокойно. Спокойно. То есть, не будет вообще никаких болезней. Не будет ощущать вообще, что он умирает. Он переходит в иное состояние. Гладко, спокойно, красиво. Потому что он растворяется внутренне своими желаниями, мыслями, своими чувствами в общем этом огромном едином желании, которое все мы создаем. В общем этой огромной мысли. То есть, он как бы входит в это еще до смерти своего тела. Он как бы является чем-то общим, живущим в одной общей идее, в одном общем сосуществовании. Его дух, что называется, человек в нас, ведь все остальное, кроме этого духа, это животное тело наше. Так вот, животное тело, оно находится на одном уровне, на уровне животное, а человек находится на следующем уровне. Вот человеком называется тот уровень в нас, который может соединиться с другими в одну единую интегральную систему. И когда ты входишь туда, в это ощущение, что ты вместе со всеми замкнут в мыслях и в чувствах, в разуме и в сердце, в этой системе, то твое тело перестает как бы ощущаться. Ты находишься как бы плавая над ним. Ты находишься в нем, но это вот как, ну, там, как, допустим, в какие-то мгновения какой-то эйфории, каких-то вот таких вот особых ощущений, когда человек выходит немножко из себя. То есть, когда тело умирает, я в этом разуме, в этом всеобщем сознании. И ты продолжаешь ты еще до своей смерти, как бы отождествляясь себе с этим разумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова